Губернатор Алексей Русских начал совещание с обращений, поступивших на прямую линию, которую глава региона провел в минувшую субботу. Всего Алексею Русских поступило более 3700 обращений и вопросов. Обращаю внимание на то, что по всем поступившим на прямую линию жалобам и обращениям подготовлен перечень поручений руководителям профильных ведомств и муниципальных образований. Поэтому напоминаю, что на все обращения должны быть даны исчерпывающие, импетентные и, самое главное, понятные для людей ответы. По одной из поднятых проблем, вводу коллектора в железнодорожном районе, Алексей Русских задал вопрос главе города Дмитрию Вавилину. Градоначальник пообещал, что проблема должна быть полностью решена 21 декабря. Сегодня в 9 часов техника встала, отключили вторую нитку и сейчас производится переврезка. Расчетное время к 16 часам у нас полностью будет смонтирована и вторая нитка коллектора. Таким образом, вот эта проблема, которую я напомню, 19 лет существует в городе Ульяновске, она сегодня будет полностью искорена. На заседании штаба Алексей Русских также озвучил актуальную ковид-статистику. За минувшие сутки в регионе было выявлено 295 новых случаев заболевания. Несмотря на условно положительную динамику, по словам главы региона, расслабляться и снимать ограничения пока рано. На амбулаторном лечении находится 5700 человек, на стационарном более 1 тысячи. Ковидных коек у нас развернуло 3600, свободно из них 602. Запасы ПЦР-тестов, лекарств, кислорода и койко-мест для стационарных больных сформированы в достаточном количестве. Ситуацию держим на контроле. Система жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области готова к работе в период новогодних и рождественских праздников. С 31 декабря по 9 января включительно весь топливно-энергетический комплекс региона будет круглосуточно работать в режиме повышенной готовности. Сейчас мы сформировали перечень тех бригад и ответственных лиц, которые будут дежурить в праздничные выходные дни. Наладили межведомственное взаимодействие, определили регламенты между службами для того, чтобы они взаимодействовали в случае возникновения нештатных ситуаций. Проверили наличие резервных источников питания, запасы материалов, техники, топлива. В Ульяновской области введут мониторинг зимнего содержания автомобильных дорог. Кроме того, Министерство транспорта проводит рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Было проведено 370 профилактических рейдов, в ходе которых было осмотрено около 7 тысяч единиц общественного транспорта. Кроме того, мы используем Центр организации дорожного движения. У нас сейчас обширная судебная практика, когда мы привлекаем к административной ответственности водителей общественного транспорта, кто едет без маски. В Ульяновской области продолжают повышать зарплаты. С теми предприятиями, которые отказываются заключать соглашение о повышении заработных плат, сотрудникам работают индивидуально. По итогам работы комиссии заключены 1639 соглашений, в том числе 138 соглашений было заключено за прошедшую неделю. На уровне муниципальных образований заключены 1264 соглашения, 116 соглашений за последнюю неделю. У нас на сегодняшний день лидерами по количеству заключенных соглашений в муниципальных образованиях – это город Ульяновск, 165 соглашений, Сурский район. На аппаратном совещании губернатор строго высказался о вырубке 12 берез на территории Дендропарка и поручил максимально оперативно разобраться с ситуацией руководителю ведомства Гульнаре Рахматулиной. По факту незаконной вырубки деревьев будет возбуждено уголовное дело.